Доброе утро! Это очень популярный вопрос. На самом деле такого порога нет. Нужна только готовность изменить свою жизнь. Круто, как вы сказали. Это единственный критерий. Образовательный фонд Норред Колли принимает заявки от кандидатов с 16 января до 16 марта. К участию в программе приглашаются молодые люди с высшим образованием, готовые сделать серьезные изменения в своей карьере и со следующей осенью. Минимум на два года приступить к работе. В программе могут участвовать только те люди, которые не имеют педагогического образования. При отборе участников учитывается мотивация кандидата, образование и предыдущая общественная активность, а также навыки управления и публичных выступлений, которые проверяются в нескольких раундах отбора. До 16 марта принимаются заявки, а уже осенью нужно приступать к работе в школе. Чему можно научиться за такой короткий промежуток времени? Да, конечно, это очень ответственно. Первое, какая подготовка? Это практика. Сначала участники идут в школы, наблюдают и проходят точно такую же практику, как и ученики в университетах, но более интенсивно. Потом летом они готовятся к своей учебе, проходят двухнедельный курс среди детьми. Обычно это летняя школа в Кивили у нас в последнее время, где ежедневно приходят, наблюдают их уроки и дают им обратную связь. И в течение лета участники готовятся к своему учебному году. Они изучают учебные планы, учебные материалы, строят свое видение и свои цели на будущий год. А уже в сентябре, когда они приступают к работе, они начинают свою интенсивную учебу. И в течение двух лет, пока вы работаете в школе, вы учитесь. А много желающих вообще принимать участие в этой программе? Конкурс большой? Я могу вам сказать цифры прошлого года. У нас отбор действительно очень такой длительный и отбирают очень тщательно. Первый этап – это просто подать заявку, изъявить свое желание. Этих людей было 500 человек в прошлом году. Но они не пошли дальше. Следующий этап – это уже заполнить более такую полную анкету, где ты описываешь, почему ты хочешь, какое твое видение на образование в Эстонии, что бы ты хотел поменять. Своего рода мотивационное письмо такое составляет. Да, оно достаточно такое объемное, и поэтому таких людей было только 224. То есть где-то половина, даже больше, отсеялась уже на этом этапе. Ну а дальше идет пятиступенчатый отбор, где выясняют, какая у людей мотивация, какое видение, какие у них ценности. Потому что ценности должны совпадать с ценностями Норрит Коли. И сколько всего человек приступило к работе осени? Я все еще нагнетаю. Таких было 23 человека, которые были выбраны. Из 500? Да. А это какое-то конечное количество, оно определено уже изначально или в процессе выясняется? Нет. Набираются те люди, которые действительно подходят. То есть если их будет, скажем, 35, то будет 35. Будет 15, значит будет 15. Да, в целом так и есть. То есть мы готовы, то есть Норрит Коли программа готова обеспечить поддержкой и большее количество участников, чем 23. Но действительно выбирают качество. То есть тут не важно количество, а именно качество. Нужно проработать в школе два года. Почему именно этот предел установлен? И что будет, если через год захочется сбежать от школы, от детей? Два года. Ну, во-первых, потому что программа обучения длится два года. В течение двух лет, каждые две недели участники собираются в пятницу, в субботу, и они учатся. И чтобы закончить этот процесс обучения, нужно два года. Ну и во-вторых, самое главное, это влияние, которое мы доносим до учеников. За два года мы можем охватить гораздо больше учеников. Если этот просто пришел, полгода побыл с детьми, потом ушел, то зачем тогда Норрит Коли вкладывать в этого участника в подготовку его так много ресурсов? Ну а если он бросит, с него потребуют деньги назад? Ну, деньги полные, конечно, никто не потребует, потому что это было бы нецелесообразно. Но какие-то санкции, естественно, есть. Участники получают стипендию, и в размерах, в рамках этой стипендии их могут потребовать обратно деньги. Виктория, а расскажите о себе. На кого учились вы, и почему вы решили принять участие в этой программе? Я изначально училась на филолога английского языка, и в целом такой план, как пойти учителем работать, у меня был. Но моя дорога пошла немного другим путем, и я начала работать в банке, и потом поняла, что я все-таки хочу в социальную среду, хочу пойти учителем. Стала изучать возможности магистратуры и эту возможность. Здесь мне понравилось то, что я могу совмещать работу и учебу, что у меня есть поддержка, система поддержки в течение двух лет, что есть некое сообщество, которое разделяет общие ценности. Это меня очень подкупило. Какие-то дополнительные стимулы, в том числе материальные, предусмотрены для участников программы Нород Коли? Да, я уже обмолвилась, что есть стипендия. Такую стипендию выплачивают всем участникам в размере 600 евро в сентябре, когда они начинают первый год учебы. Это помимо зарплаты? Да, конечно, конечно. Зарплата у них такая же, как у обычного учителя, ее назначать директор на свое усмотрение. 600 евро это такие стартовые деньги, которые нужны на переезд, возможно, потому что некоторые участники должны переезжать. А можно выбирать ту школу, в которой ты хочешь работать? Или вот куда назначили, туда и поедешь? Сейчас еще насчет про деньги. Я хочу добавить, что когда в Эдовирума, если едут участники, то им еще 1000 евро есть дополнительные стипендии каждый год. Единоразовая? Единоразовая. Первый год и второй год. Это 1000 евро. Это именно для Эдовирума. Теперь по поводу... Какой был вопрос? По поводу выбора школы. Можно выбирать учебное заведение. Да. Первый критерий это все-таки требования самой школы и их нуждаемость в учителях. Это самое главное. Но если у участников есть какие-то пожелания, то это все, конечно же, в рамках разумного рассматривается. Первое это то, чтобы школа хотела участников, чтобы им нужны были учителя новые. И второе это уже пожелания участников самих. Вы сказали, что учились на английского филолога. И, в принципе, эта специальность, она недалека от профессии школьного учителя. А известны ли вам такие совершенно необычные примеры, когда человек, я не знаю, там, занимался молекулярной физикой и вдруг пошел в школьные учителя. Причем учителя не физики абсолютно. Конечно, да. У нас, ну, такие прям вот из головы сейчас взять. У меня в наборе был психолог, который пошел работать на учителя истории общества и ведения. Был у нас строитель мостов, инженер мостов, который разрабатывал и строил мосты, пошел учитель математики работать. Тоже с банковской, с финансовой среды идут учителя эстонского английского языка. То есть это очень интересные люди. Это действительно интересный проект. У нас в гостях была выпускница шестого потока программы «Норед Коли» Виктория Руденко. Спасибо, Виктория. Большое спасибо. Удачи вам и всей программе.